Я всех приветствую, меня по-прежнему зовут Максим, и сегодня я буду обозревать игру Сталкер Тень Чернобыля. Да, это оригинальная версия, но с небольшими изменениями. Я добавил парочку модов. Первый мод это Alive. Сейчас я немножко звук потише сделаю и продолжим. В общем, я тут поиграл немножко, без записи, чисто протестировал, но начнем с самого начала, чтобы было интереснее. И в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Все, Сидорич наконец заткнулся, он меня не перебивает, и хочу кое-что добавить. Во-первых, как видите, Alive уже работает. Слева нам пришло сообщение, что Вадик и вертолеты на свалке убили полевое ранение. Пресеф, тупый респект. И кое-что я изменил в самой игре. Я зашел в юзер ЛТХ, и у меня он какой-то цифрку. Короче, в оригинале, когда мы бежим... Ну, сейчас покажу. Сейчас я выйду отсюда. В общем, в оригинале, когда мы бежим, камера у нас трясется. Ух, какая потрясная графика. Несмотря на то, что игре уже порядка 18 лет, практически 2, даже 19, она все еще выглядит бодренько. То есть, отвращения от нее никакого нет. Это я игра на максимальных настройках, без каких-либо модификаций. Смотрите, какой комфортный бег. Так, я играю, если что, на версии 1.006. Не знаю, как на 1.004, но он бежит, и камера вот так трясется, и голова начинает просто болеть. Кошмар. Вот я изменил эту функцию, и теперь играть стало более комфортно. Теперь давайте я вам продемонстрирую мод на напарников. Вот мы видим Вовку-варвара. Какой стильный мужик в Блоклаве. Тебя тут старший наш хотел видеть. Но это не значит, что тебе здесь рады. Проходи, не задерживайся. Слышь, Вовка, ты будешь мне теперь всегда рад, ибо я знаю, я обладатель уникальной фразы. Не желаешь составить мне компанию? И после того, как мы ее нажмем, он такой, о, да ну. Ну чего бы и нет, я согласен. И все. Теперь он наш напарник. Как видите, он достал свой ствол, ПМчик. Надо будет проверить его боевые навыки. Не знаю, насколько он может быть полезен. Ну, насколько может быть полезен чувак в кожанке из ПМ. Думаю, наверное, чуть-чуть. Какими функциями он обладает? Во-первых, он следует за нами. Ну, немного баган, потому что мод старенький, но рабочий. Так что, если захотите поиграть, то можете скачивать, я ссылку могу оставить. Какими функциями он обладает? Во-первых, мы можем ему сказать, спасибо тебе, дружище. Дальше, один пойду. Тем самым, мы просто с ним расстанемся. Ну, и он будет снова сторожить тот пост в лагере. Теперь про... Давай обсудим нашу тактику. И здесь у нас четыре варианта. Либо следуй за мной. И тут три опции. Либо он следует за нами и будет на стороже. То есть, как только он увидит противника, он начинает стрельбу. Либо подпускает поближе. Ну, логично, он просто подпустит его врага поближе и начнет стрельбу. И третий вариант. Он будет стрелять только при той необходимости, когда в него выстрелят первым и попадут. Или собака его там укусит. Кабан протаранит. Вот. По-моему, он даже ствол убирает, если ему третью команду. Да. Вот он ствол взял и убрал. То есть, все, видите, он спокойно ходит. Как будто в зоне нет никакой опасности. Дальше. Жди здесь. Ну, он просто будет ждать здесь. Просто вот. И как? Оп. Видали? Стоит. И все. И смотрит. Сюда-то вниз. Думает о жизни. Крадись за мной. То есть, он начинает красться. Если мы, например, какую-нибудь засаду делаем, или стелсим, хотим кого-нибудь убить в фигах. Применили это. Ну, давай, иди за мной. Ну, что ты сел-то? Видите, он идет, крадется. И последняя опция. Это спрячься здесь. Ну, он просто спрячется. И будет сидеть. Если, например, устраиваете засаду, можно пользоваться этой опцией. Но, честно говоря, сколько бы... Я раньше играл эту модификацию и не пользовался никогда. Не видел смысла. Потому что в сталкере так себе со стелсом. Но, как вариант. Как разнообразие, как деталька. Вроде бы я все показал. А, еще хочу предупредить. В общем, если ему дать ствол, например, дать ему дробовик и автомат, то он возьмет самое лучшее из этих оружия. И нельзя будет ему сказать, типа, используя, например, дробовик, или используя только пистолет, или используя только автомат. Как это было в ОГСР. В ОГСРе мод проект напарников, он более такой расширенный и улучшенный. Ну и напарники там более крутые. А этот же такой. Предверсия. Все, давайте пойдем в деревню новичков. Опять же. Опять же. Блин. Я не знаю, почему так. Помните? Ну, если кто не видел, у меня есть прохождение по Тру Сталкеру. Две серии вышли. Я, наверное, больше не буду выпускать. Мне не понравилась модификация. Сейчас подойду. Дайду рассказать. В общем, здесь деревня новичков выглядит намного приятнее, чем в этой модификации. Просто посмотрите на эту картинку. Прям, я уверен, вам хочется снова скачать Сталкер. Пойти вот посидеть, просто послушать анекдоты. Ну-ка, послушаем его. Возвращается опытный Сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер ошибается. Сталкер ему пошел вон отсюда, пока цел. Контролер обиделся. Ну, ты сдурел что ли? Нужна мне твоя развалюха сто лет. А Сталкер свое гнет. Я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь? А вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет. А по новее ничего нет тут в стае. Да. По новее ничего нет. Нормальный анекдот для Сталкера. Давайте я с Волком переговорим и пойдем на штурм. Кстати, я не замечал, что у него, оказывается, шрам есть на щеке. Я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете, можно так путь. С него голубые глаза. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтяжит здесь. Конец связи. Оружие убрал. И да, ребят. Возможно, у вас есть вопрос насчет модификации про напарников. Типа, можно ли еще взять какой-нибудь чар? Вот попробуем. Лешку-то сурмана взять. Он нам отвечает. Нет, там будет штук достаточно народу. Зачем толпами брать пазлы? Ну, логично. Хотя было бы классно набрать команду Сталкеров. Потому что, если вспоминать тот же Зов Припяти, там команды из трех-четырех человек ходят. И они более надежные, более продуктивные, чем команда вот из нас двоих. Лохов таких. И теперь покажу лайфхак, связанный с самим Сталкером. Носик кто-то не знал. Вообще, забираемся сюда. И на контроле прокадываемся по этой крыше. После этого перепрыгиваем сюда. Достаем волшебный нож. И херачим. Смотрите, что выпадает. Комбинезон наемников. Поднимаем его и видим. Классный. Выглядим как киллер. Практически как Джейсон Сталкер. Что еще нужно для хорошего прохождения? Сейф. Все. Идемте освобождать Толиком. И последний мой комментарий насчет напарников. Я впервые познакомился с Сталкером, когда мне было 7 лет. Я наблюдал за тем, как Сталкеры идут между собой. Типа берут... Ну, идут с группами. Я думаю, блин, а почему я не могу брать? Какого-нибудь чувака или группу Сталкеров. Это же было бы намного интереснее и надежнее. Например, я там артефакты бы добывал или лутал какой-нибудь рюкзак. А он бы меня в это время прикрывал. Ну, был насторожен. Как телохранитель. И классно, что эту функцию добавили. Я очень рад. То есть я... Мне было, по-моему, лет 15. Я поиграл с этой модификацией. Мне прям большое удовольствие ставило. Это... Сейф. Ладно, я что-то заговорился. Давайте спасать Толика. Блин, Наполеона убили. Это не очень хорошие новости. Как же теперь... Вигают битвы. Спасибо, Меченый. Я вижу, где нормальный унис. Я своим в лагере обязательно передам, что ты... Хорошо, Толик. Спасибо. Сейчас кое-что проверим. Смотрите внимательно. Да ладно тебе. Я всего лишь с ПМа пострелял. Не паникуй ты так, вертолетчик. Мне было интересно, что я... Ну, стреляю и что он скажет. Я ничего не разобрал, что он там сказал. Прикольно, что продуманная эта фишка. Давайте проим боевые навыки. Варвара. Мешал бы и свои проверить, и прокачать. А то я прокосил. Кстати, а насчет Алаэфа. Вон, видите, сталкер идет. Его здесь зареспаунило. Я не знаю, откуда он идет. Может быть, он идет со свалки. Может быть, с темной долины. Но вот, он идет. Он есть. То есть, Алаэф собой подразумевает то, что зона оживает. Сталкеры могут перемещаться в абсолютно любые места. То есть, с кордона чувак может пойти там и штурмануть базу военных. Или военные. Еще дурак, нахер ты в аномалию залез. Вроде бы в этой модификации было написано, что все напарники оббегают аномалию. А это что тогда? Странно, первый раз вижу. Вот, что-то пролагнуло. Вот, как видите, Алаэф действия. Мужик пошел и вступил в бой с какими-то собаками. Также военные могут пойти там и тоже с собаками вступить в бой или напасть на лагерь новичков. Петруха, здорово. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. На чиле. На расслабоне. Ребята, вот мы же все втроем идем штурмовать лагерь, а им как будто и не хочется. Они просто сидят вот здесь. Так что я один зачищу с этим чуваком. Где наш чувак-то? Ай, дурачок, дурачок. Где он, дурачок-то? Куда ты идешь? Не знаю, как это комментировать, но придумайте что-нибудь сами. Штурманем базу бандитов. Я первый начну бой. Сейчас подкрадусь к окну. И за овню этого бандоса. Одним выстрелом. Не получится. Не, не получится. Осторожно, куда ты идешь. Да. Ну, ребят, я уверяю, если я буду делать прохождение, если меня вдохновит на модификации, ну, просто мне захочется пройти. Так что у меня есть желание пройти с этим модами, то я найду экзоскелетчика с винторезом или с пулеметом каким-нибудь. И мы пройдем. Я уверен, какой-нибудь пулеметчик сюда пришел бы, всех этих бандитов развалил бы. Что-то моя стрельба очень плохая. Но перезагружаться я не буду. Играю я на мастере, кстати. Кто не заметил? Как-то плохо очень результаты боя. Силку возьмем. Вот, видите, преимущество костюма. По мне уже раз пять попали, а мне насрать. У меня хп очень много. Минус один. Давайте от этого дурачка кокнем. Раз он такой придурок. Пули тут нечетко летят в голову. Есть разброс. Из-за этого сложнее стрелять. Опа. А ну-ка, идите сюда. Сохранимся на всякий случай. Еще раз подчеркну, очень приятно находиться на кордоне. Вот. Как будто вернулся золотой шар или приключение Жекана. Там точно такая же атмосфера. А. Знаете, я устал стрелять. Я очень плохой стрелок, поэтому я воспользуюсь планом B. А, ёп! А, твою мать! Так, вот у меня и привез. Дробовик, граната. Отлично. Давайте захиляемся. Едой. Перезарядимся. Сделаем сейв. Перезарядим ПМ. Ух, ёп! Ух, ёп! Напугал меня. Как тебе не повезло. Насколько же все легче пошло. Как только он меня привел со ствол. Как он, интересно, умер. Хорошая поза. Ты что, ты где, дурачок? Где ты тут лазишь? А, вот так где. Собственно, все, мы победили. Я думаю, можешь сделать безумную вещь. Пойти штурмануть базу. Военных? Не, ладно, я передумал. Безмысленная тема. Давай флешку мне. Она была надежно спрятана, да-да-да. Это было интересно, где он прятал свою флешку. В жопе? Надеюсь, не в жопе. И возьмем задание на поиск куртки. Я всегда, когда ты начинал, сталкера ОГСР, там, или просто сталкер. Чернобыль, я всегда брал это задание. И вам советую. Мужик какой-то ведь умер. Тоже из-за лайфа пришел. И мы нашли тайник. Какое-то удобное место в схроне. И оно... Стоп. И оно недалеко. Крест у лагеря бандитов. И вот тут это удобное место. Даже не заметил, что взял тайник. Давайте сбегаем за ним. Перезарядим наш обрез. С этими зверушками вступать в бой я не буду. Отстаем болт. Не попасть в аномалию. Всегда пользуйтесь болтом. Я знаю, это тягомотное задание, но так... Меньше шансов, что вы поводите в аномалию. Ну, понятно, ерунда какая-то. Я вот всегда пользуюсь болтами, потому что после игры модификацию сталкера аномали... Ну, я пришел в необходимом. Забудем этот момент, как я стрелял. Мужик еще какой-то. Бежим, 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 бежим. Ой. Ну, кнопка. Бам. Бам. Ножку продадим. Ну и твою ножку. Тейп. Бинтик. И колбаску съедим. Вот бы колбаска так же в реальной жизни здоровье восстанавливала. Ой. Почему-то хвост не упал. Забираем куртку. Кстати, если вам будет лень доставать этот костюм, можете просто взять эту куртку. Она, в принципе, показателем неплоха. Вот комбинезон наемника в идеальном состоянии дает, по-моему, 20 при стойкости. А эта куртка дает плюс 28. Представьте себе. Она даже лучше. Она намного лучше. Я вот думаю, может быть, не отдавать сейчас ее шустрому, а надеть вот эту крутейку. И пойти, пофайтиться с теми военными. Потом пойти к тем военным. Такая цепочка убийств. Было бы вообще идеально, если бы мне сталкеры помогли. Заспаунившиеся какие-нибудь. Так. Вот мы практически на месте. Шесть человек тут вообще сложности. Вот наш любимый майор Казнецов. Проплаченный вояка. И сейчас плюс-минус идеальный момент. То, чтобы напасть. Убил я его первым. Понимаете, не просто так. У него классный ствол. И автомат, конечно же. Его уникальный форт намного мощнее, чем ПМ. Делаем сейв. Уи-и-и. Не обошли. Минус. Даже на мастере играется легко Но стрелять как-то непривычно Если сравнивать, например, с Anomaly Хотя, по сути, мало изменений И чуваки следите за патронами А то выстрелите весь рожок И хреново будет О, отлично Штурманем его На тебе, блядь На, на Все Буквально за 5 секунд минус 2 крутых военных Примем колбаску, хлеб Пинтики Забинтовались И с таким снаряжением Ему можно пойти И штурмануть военных Также постоянно выбирайте Самый лучший автомат Я знаете, как сделаю еще? За это в деревне новичков Сдам кваст Сидоровичу Куплю патронов И возьму сталкера себе в компаньоны И выдам ему Автомат Будет у меня док поддержка Спонсирую сталкеров автоматами Блин, что я сделал? Может сдать все эти автоматы? Да, нам лучше всех сдать Все, у меня уже есть 50 патронов И, кстати, тайник Про непонятность здесь, что ли? На мосту расположим Давайте сбегаем за ним раз Там по пути Прямо над нами Над головой Ну, запрыгни Ты что? Знаете, у меня есть подозрение Что наш главный герой Карлик Я просто вспоминаю Как в городе ЖДНС Выглядит Такой Ну, может мне кажется Ух, как хорошо там Вот это Приятный подгончик А, кстати Плюс этого сталкера в том Что здесь нет детекторов То есть Ну, это из одной минус Потому что артефакты бывает Нужно просто пропустить Просмотреть А так они валяются Ну, как Как грибы вообще здесь Очень легко найти Возможно, вы, кстати, не знали Ну, в принципе Здесь ничего нужного И чего особенного нет Но Если подойти к Петрухе Где Петруха? Петруха Что тут засел? Трешку встал Прости, что отвлек Вот Просто захватимся на диалог Он говорит Ну, мужик Вот это ты знатно давал Взял и всех порешил Нам ничего не оставил Если бы сам не видел Не поверил бы Крут-крут Елки-палки Ну и вот Короче, вы понимаете, да? Реакция персонажа На то, что мы сделали Она есть Она имеется Охерел буквально с того, как я Пришел с кем-то чуваком Чувака тут же вынесли А я взял в соло Просто с ПМ и с ножа всех расстрелял Из-за ретелиза Так, сейв И будем сейчас проверять дальше Боевую мощь Что с тобой, дружище? Выглядит как наркоман Ну, как будто он кольнул шприц себе Вену и умер Бедолага Севка еж Да, вот, кстати, еще Один Признаколаев Как он красиво лежит Офигеть Так, кого взять-то? Басурмана возьму, раз я С ним в диалог заходил И басурман Держи Держи басурман У басурмана, кстати У нас тусовка есть, офигеть Прошу села ТП О, отлично Тоже форт нам дал Вот такое знает кто Ну, это получше, наверное, форт будет Ты, Васю, помнишь? Ну, того, как Ты что, сел Как он в летное три раза поступал Анекдот решил рассказать Перед выходом Ну, давай Так он-то, вон, на днях в трамплин вляпался А-а-а В трамплин вляпался Сбылась у человека мечта Полетела О, да, классный анекдот Еще патроны Оружие убрал Ствол на плечом уже Закрой свой рот Ты не понимаешь, сейчас начнется Крутая спецоперация Штурм военной базы Хабар принес Принес, принес Сдавай бабки И Медуза у меня есть Каменный цветок Кстати, а где Шустрый? Вот А, и тут тайник Ну, проветришься, заходи Сейчас облутаем тайник Сдадим квест Шустрому Пойдем штурманем базу военных И на этом закончим Вот такой план Так, ты Шустрый? Нет Что-то я совсем перепутал И за тайником пошел При аптечке Полезно Вспотел Дошел и руками Показывай Ладно, меняем на нашу квартирочку Держи Чего? Не понял, что ты сказал Но спи дальше Так Все Сейчас мы продадим Вот это все говно Что у нас собралось Показь-то Сдадим каменный цветок Что? Давай, я готов Вот, казаки Че дальше? Коспи Собаки Торговый представитель Не, у меня нет ничего Давайте сдадим ему Все, что мне не нужно Неплохо Ах ты ж, зараза Я даже не заметил, что патронов нет Ну дай хоть таких Неплохо Паптечек Хороший товар Препаратов всяких Неплохо Хороший товар Что же у него можно взять Такого? В принципе, ничего Жалко вот прям отсюда Нельзя посмотреть Бестойкость Вот так бы всегда В целом состоянии Ладно, что есть То есть Так Я что-то не понял, чувак Идем Зайдолбал Беги за мной Сейчас будет крутая Крутая спецоперация Ты что, хочешь ее пропустить? Нет Не, бежит 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 Ну, если ты Долбоеб Будешь стрелять Со своего обреза Ну Гадом будешь Так Как раз у меня 5 гранат Я даже не заметил На, чуваки Ловите Хотят хлопушки Но Убивают Блин Три граната будет достаточно Тайник Тайник Варпала Это тайник Варпала Это тайник Варпала Слушайте А помните В сталкере Золотом шаре Или приключения Жекана Был сталкер По имени Варпал Мы находили о нем Информацию В темной долине Это был Какой-то божественный Сталкер Обладал Сверхспособностью Какой-то Мог проходить Через любые Аномалии Интересно Было Плюс еще Патроны Все у нас В принципе Хватает Боже мой Как же Это нереп Смотрится Так Он нас Снайпит Чувак Он нас Увидел Не-не-не Не получится Тебе убить Меня Ох Ёпта Что-то Забустились Мины Ох Ёпта Что ж Ты делаешь Эти бочки Взрываются Если что Поэтому Я так Испугался Мужик Ну стреляй В них Зачем Ты Собред Стреляешь Такой Мощный Тип Блин Вот дурак Подорвался Ну Взрывайся А Не взрываются Я зря Я зря Пугался Пинт патроны Заканчивается Так С этим Нужно что-то Делать Так Я молчу Потому что Я сильно напрягся Давайте Знаешь Что Сделаем Давайте Бежим Здесь Запрыгнем С Любимого Входа Вообще Так и Нужно Было Начинать Себя Был Один Я бы Так И начал Чуть Мне уже Не хочется Брать Тихо Напарников Ну По крайней Мере Вот таких Долбоебов Которые Которым Дали Автомат Но Они Решают Идти На Чувака С Автоматом Военного В Вау Здесь По моему Тоже Какие Ништяки Вот Я Забрынул Помимо Тушенки И Помимо Гребаной Тушенки Должно Быть Что Курт Квоенного По моему Нет Блин Нет Я Ошибся Ну Давайте Сейчас Спустимся Может Быть Вправду Там Будет Бывает Такое Что Предметы Проваливаются Ты Как Сюда Забрался Слышь Кстати Один Наверное Из моих Лучших Выстрелов Запрыгивай Запрыгивай Не томи Сейф О Господи Так Так Сейф Да 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 Вон Курточка Ух Ёп Твою Нет Не убьешь Меня Я спасся Курточка Наверное Будет Получше Так Хорошая Новость У нас Появились Патроны Блин Это Две Кожаные Куртки Я думал Военные А почему Они выглядят Как военные С реакцией У меня в порядке Все Нет Я не умру Я не умру На военной базе Патронов Патронов Пожалуйста Патронов Блять Патронов Темная долина Заберу Аптечки Аптечки Мне нужны Напряженный Момент Четверо Человек Осталось Пилимся Слонгами И стоп Между Перестрелами Таким Хам 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 Ну все Я буду Очень легко Их там Двое Осталось Можно Распадиться Попарим Тебе Ничего Не вижу Хотя Зарежу Ну Ой Все Отлично Одно Неверное Движение Я чуть Трупом Не стал Ценности Командирам Замечательно Социальности Командира Как видите По ней Карте Прямо тут Где труп Вот он Бандитский Склад Откуда У военного Наводка На бандитский Склад Ух ты Что Вот это Ценности Я понимаю А где Сам Командир Явно Вот это Чудо Я вот До конца Не помню Может быть Тут Еще Какие-то Есть Ништяки Сейчас Мы Обнаружим Как раз Нет Здесь Ничего Нету А солдаты Здесь Мощные Кстати Блин Это же Спецназ А вот И командир Капитан Мюрер Морер Точнее А вот Наш Кореш Правительственный Ящик Какой-то Правительственный Ящик Где Офигеть Тайников Мы конечно Не налутали Очень много Ладно Как я и говорил На этом Будем Заканчивать Не переливай меня Все Ребят Надеюсь Вам все Понравилось Это такой Просто Обзор Тире Мини Прохождение Мода Плюс С плюшками Ну Теперь вы знаете Где находится Где можно найти Вот эту Замечательную Броню Что находится На Верхних На чердаке Здание На военной базе Вот этой Корень полная То что Можно Микрофон Выключить С одного Выстрела И в принципе Все Это все Что вам Пока что За эту Серию Нужно было Знать Мы наверное О Я даже Не заметил Наверное Полностью Вычиненный Автомат Да Отлично Я не буду Мусор весь Собирать Я буду Входить только Самым нужным Например С этим Автоматом Короче Я уже затянул Ребят Всем хорошего настроения Хорош Выходных И приятного аппетита Если кто-то ел И кто-то уже поел Все Всем удачи